Всем привет! Сегодня готовим ужин на семью. Готовлю быстро. Рецепты все простые, несложные. Получается очень вкусно. Меню разнообразное, сытное. Все как любят мои близкие. Ну что, приступаем! Из фольги и пергаментной бумаги я делаю лодочки. В этих лодочках буду запекать рыбу. Таким способом очень удобно запекать рыбку. Она получается вкусной, сочной. И порционная подача также отлично подходит для ужина. Не придется возиться с посудой дополнительной. Можно подавать прямо в лодочках. Подготавливаем рыбу. У меня была целая тушка рыбы. Я разрезала пополам, удалила косточки, почистила, вымыла. В общем, рыбка полностью подготовлена. Также подготовила необходимые ингредиенты для маринада. Берем соевый соус. К нему добавляем соус Асэсбал. Мне очень нравится этот соус. Я всегда привожу его из Абхазии. Он придаст маринаду легкую пикантность. Также сюда отправляем масло. Можно использовать любое растительное масло. Добавляем также горчицу. У меня французская горчица, но можно использовать обычную, даже столовую. Берем также соус тартар и отправляем в общую емкость для маринада. И затем все хорошенько перемешиваем. Это будет очень вкусный соус для рыбки. Далее берем филе рыбы. Необходимо рыбку посолить, присыпать специями и хорошенько обтереть. Ну а затем ножом сделать надрезы. Когда рыбку подготовили, перекладываем ее в лодочки. И заливаем соусом. Духовку прогреваем до температуры 180 градусов. И при этой температуре мы запекаем рыбку примерно 25-30 минут. Вы ориентируйтесь на свою духовку. Также я сегодня решила приготовить блины. У меня в семье их очень любят. Готовить блины я буду на кефире. Два стакана кефира переливаем в глубокую емкость. Затем сюда отправляем соль, сахар и ванильный сахар. Венчиком хорошенько все перемешиваем, чтобы все ингредиенты соединились между собой. Этот рецепт блинов мне очень нравится. Он удачный и получается всегда и у всех. Продукты для рецепта нужно брать комнатной температуры. Когда все перемешали, отправляем в чашу яйца. Все перемешиваем до однородности. В емкость с мукой добавляем соду. Можно использовать разрыхлитель теста. И затем постепенно вводим муку в общую смесь. Замешиваем однородное тесто. Прогреваем сковороду. Вливаем немного масла. Можно просто промазать сковороду маслом. И обжариваем блины с обеих сторон до румяности. Вот такие солнечные они получаются. Блины воздушные и очень вкусные. Я очень люблю подавать такие блины с яйцами. Поэтому готовлю сразу яйца отдельно на сковороде. Смешиваю яйца с солью. Прогреваю сковороду. Вливаю немного масла. И быстренько делаю яичницу. На небольшом огне перемешиваю яйца. Как только они начинают собираться в такие комочки, быстренько перекладываю все на блины. Можно также смешивать яйца с молоком, слегка взбив их. И готовить приблизительно такую же яичную намазку. Кому как нравится. Но с молоком у нас вариант в семье не очень прижился. Не очень его любят. И здесь у меня уже блины готовы. Также рыбка готова. Получилось все очень аппетитно. Но я решила не останавливаться на достигнутом. И приготовить еще более разнообразный ужин. Также решила сделать овощной салат. И еще мне захотелось приготовить котлеты. По рецепту моей свекрови. На канале уже есть этот видеоролик. Как я готовлю такие котлеты. Ссылочку оставлю внизу в инфобоксе. Теперь часто готовлю по этому рецепту. Поэтому, чтобы не повторяться, описание оставляю также внизу под этим видео. Как я вымешивала фарш для котлет. Но если кого-то интересует подробный видеоролик приготовления, то также ссылка внизу в инфобоксе. Можете перейти и посмотреть. Хочу вам сказать, что котлеты потрясающие. Мне их обожают. Съедаются моментально. И не такие они, как готовим мы всегда. Есть тут свои хитрости, свои секретики. Поэтому, если кому-то интересно, ссылочка внизу. Вот такие тут сочные румяные котлеты. Овощной салат я приготовила из простых, банально доступных продуктов. Это огурцы, помидоры и лук. Заправила салат оливковым маслом. Также немного соли и перца добавила. Вот такое здесь у меня меню. На ужин пишите в комментариях ваше мнение. Как вам такой вариант? Также не стала показывать вам рецепт приготовления картофельного пюре. Думаю, это и так всем понятно. Ну, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Впереди много вкусного и интересного. Всем пока-пока. Приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok